Добрый день, коллеги. Меня зовут Ирина Балдуева. Я возглавляю отдел онкоиммонологии. Этот отдел существует уже более 20 лет. И мы изучаем различные виды противоопухолевых вакцин. В начале нашего изучения, в 1998 году, мы изучали получение образцов опухоли у пациентов. Изучали, как эти опухолевые клетки ведут себя в культуре. И пытались воспроизвести те опыты вакцинотерапии, которые были в те ранние годы. Это опухолевые клетки, облученные с иммунологическим адевантом, BCG, интеракин-1-бета. И параллельно в это время мы изучали вакцины на основе дендритных клеток. Дендритные клетки получали из костно-мозговых предшественников и из моноцитов периферической крови. Изучали различные пути введения. Подкожные, внутрилимфатические, внутримышечные, внутрикожные, внутривенные. И параллельно изучали еще и генномодифицированные вакцины, потому что мы научились получать опухолевые клетки и трансфицировать различные гены, которые привлекали и активировали иммунный ответ. В настоящее время мы разрабатываем технологию CAR-T-терапии, это еще до клиника, для лечения пациентов с лимфопролиферативными, B-клеточными лимфомами и лейкозами. Также мы получаем клоны Т-лимфоцитов в присутствии костно-мозговых дендритных клеток в условиях инвитро, с тем, чтобы получить клон опухолеспецифических Т-клеток для адаптивной иммунотерапии. Также изучаем опухолевое микроокружение, создаем различные модели с тем, чтобы понимать, каким пациентам мы можем помочь нашими методами. Для приготовления противоопухолевых вакцин мы используем образцы опухоли пациентов, выделяем изолированные опухолевые клетки, культивируем их, получаем дендритные клетки, трансфицируем опухолевые клетки. Дендритные клетки нагружаем пептидами, опухолевым лизатом, криоконсервируем и вводим пациенту. На данном слайде вы видите костно-мозговые дендритные клетки в левой части слайда, которые дифференцированы с костно-мозговых предшественниками. И в правой части слайда мы видим дендритные клетки, полученные из моноцитов периферической крови, которые нагружаются опухолевым лизатом, богатым ракодостекулярными антигенами. Мы изучаем опухолевые микроокружения и изучаем поведение дендритных клеток, поведение лимфоцитов, присутствие опухолевых клеток. И вы видите, дендритные клетки в течение продолжительного времени в левой части слайда разрушают опухолевые клетки. И лимфоциты, клон Т-лимфоцитов, которые получены у пациентов, которые получали вакцину, вы видите, разрушают опухолевые клетки инвитера. То есть это контролируем процессы. Мы изучаем, какие пациенты отвечают на эту терапию, а какие пациенты являются устойчивыми к этому методу лечения. И мы разрабатываем вакцины и проводим клинические исследования для различных типов опухоли. Здесь вы видите исследование, которое проведено на большой группе пациентов с саркомами мягких тканей. Пациенты получали, одна группа пациентов получала химиотерапию, это красная линия. И зеленая линия, зеленым цветом указана, это пациенты, которые получали вакцинотерапию. И пациенты, которые получали вакцинотерапию, общая выживаемость у них была лучше более чем на 8 месяцев. То есть пациенты, которые отвечают на нашу вакцинотерапию, это пациенты, которые экспрессируют раково-тостикулярные антигены. Мы также изучили уже 15-летнюю общую выживаемость у пациентов меланомой кожи, которые получали генномодифицированную вакцину. И эти пациенты, это очень интересная группа пациентов. Мы изучали продукцию иммуносупрессирующих факторов опухолями и клетками пациентов, которые получали эту вакцину. И изучали различные факторы. И здесь мы видим продукцию фактора иммуносупрессирующего МИКЕЙ. И пациенты, у которых была очень высокая продукция этого фактора опухолями и клетками, оказались пациентами с неблагоприятным прогнозом. И общая выживаемость у них составила не более 3 месяцев. Пациенты с хорошим прогнозом, с низкой продукцией МИКЕЯ оказались в группе благоприятного прогноза. И их выживаемость была значительно большей. И общая выживаемость составила более 6 лет. И нам стало интересно, что же происходит в мире. И вот эти данные, это буквально данные сегодняшнего дня. В настоящее время на клинике Трайлз ГОВ представлено 50 исследований первой и второй фазы, различные вакцины. Но результаты представлены только по трем исследованиям. Вот одно из исследований, где используется вакцина, геномодифицированная вакцина. И в исследовании включено 8 пациентов. Только у одного пациента мы видим ответ и прогрессирование заболевания у 7 из 8 пациентов. Второе исследование. Здесь используется геномодифицированная вакцина с геном интерлекин-12. И здесь мы также видим, это первая фаза, мы видим, что в исследование включено 12 пациентов, нет, прошу прощения, да, включено 4 пациента, у одного пациента есть ответ, и прогрессирование у двух пациентов, и один пациент, к сожалению, умер. То есть на первой фазе уже закончилось это исследование. Но первая фаза всегда открывает, как мы знаем, когда есть хороший результат в доклинике, то есть на лабораториях животных были получены хорошие результаты, а в клинике, вот, к сожалению, такая история. И еще одно исследование, в которое включено 12 пациентов, здесь исследовали лабораторные показатели, и было показано усиление продукции провоспалительных цитокинов, таких как ТНФ-альфа, интерферон-гамма, интерлекин-1-бета, увеличился уровень интерлекина-6. Это можно, так скажем, с этой информацией можно ознакомиться в социальных сетях. Наши вакцины сосредоточены на раково-тестикулярных антигенах, и нам интересно, какая же категория пациентов может отвечать на это лечение. Оказалось, что вот в данном исследовании представлены данные, где в образцах опухоли изучали раково-тестикулярные антигены. Это МЭЙЧ, ПАНМЭЙЧ и НИСО-1. И было показано, что у пациентов, у которых в опухоли экспрессируются эти раково-тестикулярные антигены, выживаемость у них хуже, чем у тех пациентов, у которых эти антигены не экспрессируются. Наши же вакцины, они сосредоточены на обучении клеток иммунной системы именно распознавать раково-тестикулярные антигены, потому что пациенты, которые плохо отвечают на лечение при условии экспрессии раково-тестикулярных антигенов, свидетельствуют о резистентности к химиотерапии, к лекарственному лечению. И в наше исследование в настоящее время включено 4 пациента. Два пациента ответили на наше лечение дальнейшим прогрессированием заболевания. Два пациента представлены в данном докладе. Это пациент с опухолью гортаноглотки. И этому пациенту было отказано в хирургическом лечении и химиотерапии вследствие выраженной сердечно-сосудистой патологии. Он получил лучевую терапию на первичный очаг, на метастазы, был зарегистрирован частичный регресс. У этого пациента экспрессировался рако-тостикулярный антиген МЭИЧ-А3. И он получал нашу вакцину. Получил 18 циклов. Вакцинотерапия у нас заключается в следующем. Четыре вакцины пациент получает в течение двух месяцев. Внутрикожное введение, паравертебральное. Далее ежемесячно, до года. Потом раз в три месяца, второй год. И третий год, раз в полгода. И на третий год, когда пациент пришел к нам через шесть месяцев, в настоящее время у него зарегистрировано прогрессирование заболевания, метастазы в костях скелета. По показателям иммунитета мы видим увеличение Т-лимфоцитов, Т-хелпероцитов, токсических лимфоцитов. И после лечения несколько увеличилось содержание Т-регуляторных лимфоцитов. Второй случай. Пациент с опухолью, которая располагалась в левой слюной железе, колоушной железе, он получил комплексное лечение, хирургическое лечение, радиотерапия, две линии химиотерапии. И на этапе стабилизации заболевания пациент был включен в исследование в рамках поддерживающей терапии. Раково-тестикулярные антигены у данного пациента не определялись в связи с техническим причинам. Он получил 8 циклов иммунотерапии и в настоящее время без прогрессирования заболевания более 7 месяцев. Это наша лаборатория, наше оборудование. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...